Наука и космос во все времена шли нога в ногу вместе. Не случайно самые передовые технологии, которые сегодня стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, пришли именно из космоса. Такие как GPS-навигатор и памперсы. О перспективах развития космической отрасли поговорим мы с директором Астрофизического института имени Василия Фисенковым Асалханом Бибасиновым. Доброе утро! С профессиональным праздником вас и всех ваших коллег. Асалхан Женивикович, слышите меня, да? Доброе утро! Доброе утро! Асалхан Женивикович, знаю, что институт занимается исследованием процессов на Солнце и в атмосферах планет-гигантов, мониторит искусственные спутники Земли. Как полученные знания применяются и где? Исследования звезд, планет Солнечной системы, галактик и Вселенной в основном связаны с фундаментальными исследованиями. И они несут долгосрочную перспективу в прикладном применении. Прикладное применение для нужд человечества в основном в Астрофизическом институте связаны за наблюдениями за геостационарной зоной над Казахстаном. Это наблюдения за нашими казахстанскими спутниками с помощью оптических телескопов. Казахстан имеет три уникальных обсерватории. Это обсерватория Асы-Тургень, Чиншань, Каменское плато. Здесь ведутся наблюдения за космическими обломками, за казахстанскими спутниками КАСА-2, КАСА-3. Результаты полученные применяются в Республиканском центре космических исследований. Работы ведутся совместно. Также создается каталог обломков космического мусора, что необходимо для будущей перспективы развития спутниковой технологии. Асалхан Анатольевич, а вот самые интересные и необычные наблюдения или открытия, которые удалось обнаружить вам или вашим коллегам, есть такие? Расскажите. Конечно, интересных наблюдений и открытий очень много. Из них можно основных перечислить. Это в Астрофизическом институте были открыты несколько комет, в том числе и знаменитая комета Чуромова-Герасименко, именно на которую в 2014 году Европейское космическое агентство отправило космический аппарат под названием «Розетта», и она туда посадила свой зонд. Это результаты этих работ до сих пор актуальны. Также можно отметить, что казахстанские астрономы имеют большой опыт в участии в международных программах. Так и из последних достижений. В 2017 году мы участвовали в грандиозном мировом открытии гравитационных волн по наблюдению постаффектов. Это оптические послесвечения, послеслияния нейтронных звезд. Мы участвовали в мировой программе и являемся частью этого мирового открытия. А как бы Вы охарактеризовали перспективу развития космической науки в Казахстане и в глобальном мире? На данный момент космическая наука развилась очень хорошо. Об этом говорит существующая космическая отрасль. Это можно сказать о сборочно-испытательном комплексе, сети казахстанских космических спутников, куда входят два телекоммуникационных космических спутника связи, КАСАТ-2, КАСАТ-3. Дистанционные спутники дистанционного зондирования, это КАСАТ-ЮОСАТ и ИОСАТ-2, курируемые Казахстаном Аэросапары. Также сеть наземных телескопов, удаленных от и находящихся на территории области города Алматы. В общем, казахстанская и мировая наука в космической отрасли движется очень хорошо. Мы рады, что являемся частью этого и свидетелем этого. Если говорить о глобальном масштабе, то космическая наука всегда является будущим человечества, и так как она тесно пересекается со всеми сферами человеческой деятельности. Сюда можно сказать телекоммуникация, медицина, машиностроение, космическое материаловедение. Это мониторинг не только за далекими внеземными объектами, но и наблюдение Земли из космоса для нужд, например, для сельского хозяйства, мониторинг чрезвычайных ситуаций и так далее. Ну что ж, Сухад Жанин Викторович, спасибо вам за беседу. Действительно, работа у вас интересная. Еще раз вас с праздником. С нами на прямой связи был директор Астрофизического института имени Василия Афисенкова Сухадмин Басинов.